МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомелю, студии Александра Гамоля. Доброй ранецы! На первой дне Урея Дежанейра погас огонь 31-й Олимпиады. Беларусы выступили на гэтых гульнях годно. Сборная нашей краины в офицейной медальным залику заняла 40-е место. На рахунку наших спортсменов 9 узнагорода. Одно золото, по 4 сребряные и бронзовые медали. Поспяхово склалась Олимпиада для представников боротьбы. Як вольный, так и гракорымский. С трех завоеванных на бразильских диванах беларуских медалев два належат спортсменам з нашего региона. С початку Джавид Гамзатов стал бронзовым призером. Выхованец Мазырской школы боротьбы узайшоу на пьедыстал гонору уз паборнствах по гракорымской боротьбе. У ваговой категории до 85 килограммов. Нешаканностью для болельщиков, али не для специалистов, стала сребра у радженки поселка Зябровка Гомельского района Мары и Мамашук. Уз паборнствах по жаночей боротьбе. Дзеючая чемпионка Европы ехала на Олимпиаду выключны за медалем. И пожадана золотым. Крыху не хапила. Але у молодой спортсменки все еще напереде. Марыя повторила поспех своего тренера Сергея Смалья, який в 1992 году у Барселоне стал другим у олимпийских спаборнствах по вольной боротьбе. Может быть для кого-то неожиданно, но для тренерского состава, который постоянно уверял нас в том, что это перспективная молодежь, в том, что за ними будущее, оно показало, что сегодня в Гомельской области есть хорошая школа борьбы, есть замечательные тренера, которые доказали на этих олимпийских играх свой профессионализм и свою работу. И то, что два представителя Гомельской области взяли медали именно в борьбе, наверное, это очень хороший показательный результат. Не меньшим золотым по значению можно смело лечить бронзовую медаль жаночей байдарки-четверки на 500-метровце. В отсутности на олимпиаде за дисквалификацией мужчинской команды по весловании на байдарках и каное, девчаты повинны были выступить и за себе, и за их, и за всю Украину. На того же не поехал у Рыя и их тренер Геннадь Галецкий. Однако Маргарита Махнева, Надея Лепяшкова, Ольга Худенко и Марина Литвинчук на перокор усим неприемностям с задачей справились. В финале белорусские соступили только признанным шмотгадовым лидерам – венгеркам и немкам. Хорошее выступление, достойное, девочки молодцы, справились с своей задачей. Дело в том, что на них лежал очень тяжелый груст, им нужно было за всю сборную команду выступить. Они это понимали, и я считаю, что повторение лондонского успеха – это же олимпийские игры, поэтому любая медаль, она очень ценна. Было очень много проделано работы, и поэтому, конечно, немножко, может быть, где-то слегка расстроились девчонки после финиша. Это было видно, то есть ожидали, я думаю, серебро ожидали они. Для Липяшко, Худзенко и Литвинчук – это олимпийская бронза, другая у карьеры. В 2012 году в Лондоне белорусский квартет, где разом с ними выступала Ирина Ганчук, так само стал третьим. Для Махневой – это олимпийская медаль первая у карьеры. И у полной меры заслужены. У нее не все сразу получалось. Ее преследовали постоянно какие-то неудачи, какие-то порой даже казусы. Когда она отбиралась на международные соревнования и по техническим причинам, а именно отсутствие документов, не позволило ей съездить. Как она готовилась, серьезно готовилась, была в неплохой форме, и болезни преследовали, не давали. Далеко не сразу она попала наверх, даже в сборную, когда уже стала мастером спорта, когда уже отбиралась команду, еще были проблемы со здоровьем. Но, тем не менее, она сумела пройти этот путь и доказала, что каждый имеет право на свое спортивное будущее. С Лондона в 2012 году гомельские спортсмены привезли два медали – бронзу и сребра. И все сдобыты у Веславанни на байдарках и каное. На Олимпиаде у Рея медаля уже три – больше и вида у спорту. До Веславанни добавилися вольная игрока-рымская бородьба. И, калип до споборнства допустили в Весляру, то могло бы быть и больше. Меж тым можно смело казать, что гэты гульни у наших спортсменов отрымалися. На Олимпийский пьедестал подымалися 12 беларусов. И половы из них представляли наш регион. Максим Савин, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке телеканала «Мазыр». Сегодня работники органов державной статистики означают свое профессийное свято. В 1920 году, минавито у гэты день, Войсково-революционный комитет Беларуси принял решение об створении у Советской Республики Центрального статистического бюро. Про 74 годы оно было реорганизовано у Министерства статистики и анализу Республики Беларусь. В 2008 году переименовано у Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Без статистики немогчимо отримать реальную оценку социально-экономичного становища региона и краины, примать правильное управленче решение, вызнашить стратегию и тактику дальнейшего развития. В управлении работают настоящие профессионалы своего дела. И те цифры, те данные, которые мы собираем, обрабатываем, обеспечиваем их конфиденциальность и хранение, и потом представляем в виде различных докладов, в виде различных сборников, органам власти для принятия управленческих решений, они являются очень важными. В этот день хочу пожелать своим коллегам, ветеранам статистики, мира в доме, здоровья, счастья, успеха во всех делах, ну и, конечно, профессионального роста. Сегодня областной державтоинспекции чекают пытания от ЖХРО региона. За 12 до 12 годин тут отбудется промая телефонная линия. На пытания, какие тыжатся от деянности областной ДАИ, откажет керовник ведомства, полковник милиции Игорь Александрович Макушенко. Номер телефона промой линии 68-31-53. Специальное комплексное мероприемство «Пассажир» стартовало у Гомельской в области. До конца месяца под пильной увагой правооховников будут объекты чекуночного транспорта. Это связано с высоким пассажиропотоком и незначным повеличением колькости злочинств в техниках. Так, за 7 месяцев этого года в руководных составах Беларуси зарегистровано свыше 120 злочинств. Больше как 90 крадяжов, 11 хулиганств, по 6 выпадков незаконного оборота наркотичных сродков и подробки документов. Выявлялись так само факты контрабанды, махлярства и незаконного пересечения мяжи. И до новинов культуры выстава иллюстраций «Подороже» заказ КСН сам открылась у Гомели. Ее аутер – вядомая на Гомельшине Масташка Светлана Колоскова-Чаплинская. В экспозицию вошли черно-белые и коляровые иллюстрации до двух книг буддийской тематики. З открытия выставы наш наступный сюжет. Светлана Колоскова-Чаплинская взялась из-за створения книжных иллюстраций до двух селета выдаденных книг. «Психология буддизма» и «Задумливые казки». Неколе я на так захопилась медитациями и практиками, что свой особистый погляд на философию буддизма вырошила перокласть на паперу. Светлана признается, что праца над 45 работами – глубинная терапия для ее сведомости и тела. Но я еще только ученик, только начало, и мне пришлось весь этот пласт поднять. Это для меня было очень сложно. Я понимаю, что я еще до сих пор ребенок. Я когда иллюстрировала эти книги, я все искала свою сказку, потому что их 33. И я была очень удивлена, когда я узнала, где моя сказка, и потом, когда я хорошо прочитала, еще раз подумала, на самом деле это моя жизнь. «Задумливые казки» – так называется одна из двух книг, до яких Светлана Колоскова-Чаплинская створала иллюстрации. 12 из них коляровые нарожались в Малайзии, где шмат светла и ярких фарбов. Остальные черно-белые были написаны в Гомеле. «Сказочная история развожания» – это суместный проект двух аутеров – ведомых российского психолога Владимира Козлова и гомельчанки Юлии Пауловой. Работы Светланы обладают удивительной многоплановостью, потому что это фактически работа медитации. И от зрителя они требуют той же вдумчивости и глубины восприятия. Содержимое сказок, оно базируется на общечеловеческих ценностях, на потребности в любви, потребности в дружбе, потребности в красоте и в обретении смысла. Поэтому вот эти смыслы, они в первую очередь раскрываются для зрителя через картины Светланы. Про створение этих графичных работ Светлана Колоскова-Чаплинская попробовала поглядеть на буддизм про спрызму сучасного живопису. Это первый, подобный вопыт Мастачки. Прихильники ее таленту спадяются неопошни. Наталья Игнатенко, Максим Славин, телерадио-компания «Гомель». А зараз добрая новина для гомельчану. Областным центром распочало работу найбунейшее в городе отделение Альфа-Банка. И оно открылось по проспекте Ленина, 51. Тут можно здействовать электронные грошовые пероклады, валютно-обменные операции, операции с пластиковыми картами, отримать кредит и оформить депозит. А еще же хоры и гости областного центра мают умогчимость корыстаться послугами круглосуточного банкомата и инфокиоска у специально обсталеванной зоне 24 на 7. Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. Просторное комфортабельное помещение, приветливый внимательный персонал и широчайший спектр банковских услуг предлагает своим клиентам самое крупное в Гомеле отделение Альфа-Банка. Оно расположилось в одном из наиболее оживленных мест города, вблизи железнодорожного вокзала по адресу проспект Ленина, 51, чтобы быть еще ближе к своим клиентам. К слову, с каждым из них Альфа-Банк осуществляет индивидуальную работу. На что может рассчитывать наш клиент? Первое – это скорость работы. Никаких недельных ожиданий. Все решается в доли секунды. Например, клиент может переводить деньги на другие счета, управлять кредитным портфелем, размещать депозиты по клику мышки. Второе – это передовые решения. Альфа-Банк традиционно считается технологическим лидером в банковской сфере. Практически все новые услуги и сервисы мы предлагаем одни из самых первых. Например, мы пока единственной в Беларуси запустили полностью виртуальную кредитную карточку. Ей не только удобно, но и безопасно платить в интернете. Третье – это качество обслуживания. Мы заботимся о наших клиентах. Провели семинары по деноминации, организовали модный фестиваль «Мода-фест», предложили платить за мобильную связь бонусами за шопинг. Мы стараемся быть больше, чем банк. Электронные денежные переводы, валютно-обменные операции, операции с пластиковыми картами, получение кредита, оформление депозита. Гомельчане и гости города здесь могут воспользоваться широчайшим спектром различных банковских услуг, а также выгодных акций и спецпредложений. Наше предложение сегодня – это две кредитные карточки. Карточка олимпийская выпущена к Олимпийским играм, и она дает возможность владельцу пользоваться 20 дней деньгами банка абсолютно бесплатно. При этом ни за саму карточку, ни за обслуживание оплачивать не нужно. Также на базе карточки Visa со всеми преимуществами международной карты мы выпустили кредитную карточку NIDI. Это так называемая мгновенная кредитка. Клиент обращается в отделение банка, и уже через два часа он может забрать кредитную карточку. Это лучший выход для тех, кому понадобились деньги срочно. В Альфа-банке постоянно работают над тем, чтобы сделать свои банковские продукты максимально полезными и привлекательными для клиентов. К примеру, сейчас им готовы предложить абсолютно новый проект – карта номер один. Это выгодная альтернатива зарплатной карты любого банка. Если вы совершаете по ней безналичные платежи за товары и услуги, то часть потраченной суммы возвращается вам в качестве бонуса. Выгодное предложение действует и для вкладчиков – депозит урожайной в белорусских рублях. Он является надежным гарантом защиты ваших сбережений, а при оформлении предусматривает для клиентов ценный подарок. Кроме того, сейчас Альфа-банк готов снизить финансовую нагрузку на родителей, которые занимаются подготовкой детей к школе. Здесь запустили новую акцию «Дети в школы. Кредиты на каникулы». Она продлится до 30 сентября включительно. К примеру, если оформить кредит по этой выгодной акции в августе, платеж наступит только в октябре. Между тем, многие банковские операции в Альфа-банке можно совершать в режиме онлайн. К примеру, открыть овердрафт, оформить заявку на кредит, разместить денежные средства в депозит, провести валютно-обменные операции. Сейчас Альфа-банк запускает интернет-платформу для трансграничных переводов «Альфа-Мир». Это уникальный на банковском рынке СНГ сервис международных переводов по упрощенным реквизитам с моментальным зачислением средств. Остается напомнить, самое крупное в Гомеле отделение Альфа-банка расположилось по адресу проспект Ленина, 51. В будние дни оно работает с 9 до 19 часов, в субботу – с 10 до 16. Вероника Ворошилина, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель». Теплая навод спякотная надворья заховается в регионе на этом тыдне. По информации областного гидрометеоцентра, сегодня в особенных районах махшимы дожи и на больнице. Температура по ветру в складе 25-30 градусов тепла. У Сираду короткочасовые дожи пройдут у ночи. У день будет переважно без опадков. Слубки термометров покажут от 13 до 18 градусов у ночи и от 21 до 26 у день. До конца тыдня на территории в области заховается сухое и спякотное надворье. У четвер максимальная температура по ветру в складе плюс 27 градусов, у пятницу плюс 28. По попередних даденных на выходных чекается до 30-32 градусов тепла. Глядите, сегодня на телеканале «Беларусь-3» черговое передвыборное выступление кандидатов у депутаты Палаты процтауников национального схода Республики Беларусь шостого скликания. С 19.01 до 19.30 у эфиры выступлений кандидатов по Хойницкой окрузе номер 47. С 19.30 до 19.50 до выборщиков звернутся кандидаты по Калинковицкой окрузе номер 41. Нагадаем выступлений выйдете у эфир на телеканале «Беларусь-3». И на этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до сустреча у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова